Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири и сегодня мы будем читать 22-й Псалом Царя Давида. Это небольшой Псалом, он имеет всего шесть стихов, поэтому мы сразу прочитаем его целиком. То, как он звучит с актуагинты, с греческого перевода, а потом посмотрим, как он звучит с масорецкого. Господь пасет меня, и ничего не лишит меня. На месте злачном, там он поселил меня, у тихой воды воспитал меня, душу мою обратил, направил меня на пути правды ради имени своего. Посему, если я пойду среди тени смертной, не убоюся зла, ибо ты со мною, жезл твой и посох твой, они утешили меня. Ты приготовил для меня трапезу против притеснителей моих, умастил елеем голову мою и чаша твоя, напоевающая меня, как она сильна. И милость твоя последует за мною во все дни жизни моей. И поселиться бы мне в доме Господнем на долгие дни. Это вот так Юнгеров переводит септуагенты. И теперь посмотрим, как это звучит с еврейского. Псалом от Давида. Господь мой пастырь, я ни в чем недостатка не знаю. Он на пастбищах травных располагает меня, к водам спокойным ведет меня. Душу мою утешает, направляет меня на кругах праведности ради имени своего. Даже идя долиной смертной тени, не устрашусь зла, ибо ты со мною, твой посох и твоя опора, они утешают меня. Ты предо мною накрываешь стол на виду у многих теснителей, елеем умощаешь мне голову. Моя чаша наполнена доверху. Только бы благо и милость за мной следовали во все дни жизни моей. И теперь мы разберем те темы, которые здесь содержатся. Господь посет меня, посет меня и ничтоже не лишит меня. То есть Господь, имеется в виду, который посет меня, то есть направляет меня, как пастырь направляет овец. Он позаботится обо мне и ничего не лишит меня из того, что мне по-настоящему нужно. Как бы так говорит Давид. На самом деле мы не всегда знаем, что нам нужно, даже тогда, когда мы что-то просим у Господа. И об этом говорится в Новом Завете, в послании к римлянам. Вы не знаете, как молиться, о чем просить, но сам Дух Божий молится вас воздыханиями неизреченными. Ну а Господь, как мы тоже знаем из Библии, Он знает, в чем мы действительно нуждаемся, еще прежде нашего молитвенного обращения к Нему. «Господь пасет меня и ничего не лишит меня на месте злачном, там Он поселил меня». Злачное место – это богатое место, это образ церкви, потому что в церкви мы имеем все необходимое для нашего спасения. Это такие злачные места, не в теперешнем понимании этих слов, а злачные, то есть наполненные злаками, то есть плодородные и счастливые места. И вот здесь сказано «у тихой воды воспитал меня». Вода – это образ Слова Божия, а тихие воды – это очень созвучно тому, как человек не спеша исследует Писание, особенно в ночи, что было свойственно Давиду, который и днем, и ночью пребывал в законе Божьем. «Душу мою обратил», то есть через эти тихие воды, через эти злачные места, «душу мою обратил, направил меня на путь правды ради имени своего». То есть если мы воспринимаем воды библейского откровения как господнее руководство к действию, то через эти слова Господь направляет нас на пути правды ради имени своего, имеется в виду имя Господь, которое означает «милосердие», то есть ради любви своей Господь направляет нас в том направлении, идя по которому мы будем обретать благо. Далее предлагается некий контраст «посему, если я пойду среди тени смертной», то есть когда, здесь как бы можно предположить две позиции, то есть когда угроза жизни или когда действительно человек умер уже, пребывает в том мире загробном. «Посему, если я пойду среди тени смертной», то есть тень смертной уже касается меня, или я уже оказался в загробном мире, не убоюся зла, потому что Господь с таким человеком, который воспитался у тихой воды, в местах злачных. «Посему, если я пойду среди тени смертной, не убоюся зла, ибо ты со мною, жезл твой и посох твой, они утешили меня». Поистине, жезл и посох, которым Христос, наш пастырь, управляет нами, это, конечно, его святой крест. Как он сам говорит, «Кто идет за мной, но не берет своего креста, тот не достоин меня». То есть нам всем надо сраспяться с ним и принимать даже трудности, даже саму смерть, как некою эпитимию от Бога. «Ты приготовил для меня трапезу против притеснителей моих». Юнгеров настаивает на том, что речь идет о таинственной евхаристической трапезе, то есть о святом причастии, которая делает нас мощными в борьбе с духовными врагами. Здесь Павел Юнгеров ссылается на Кирилла Александрийского. Поэтому вот эта трапеза, это мессианский пир, это святое причастие. «Ты приготовил для меня трапезу против притеснителей моих». И смотрите, что пишут святые отцы, они пишут, что когда после причастия мы выходим из храма, то бесы от нас разбегаются с визгом, как будто они ведут перед собою льва. «Умастил елеем голову мою, это помазание от Духа Святаго, и чаша твоя», то есть евхаристическая чаша, напоевающая меня, «как она сильна». По-славянски «державна», то есть «как она державна». Действительно, когда мы причащаемся тела и крови царя царей, это действительно причастность к некой державности. С греческого как бы говорится о том, что это превосходная степень, то есть сила заключает в себе крепкий напиток, подает силы пьющему его, это точка зрения Зигабена, и в правиле ко святому причащению помещается этот псалом. И как бы раскрывается тогда более полный его евхаристический смысл. «Чаша твоя, напоевающая мя». И давайте вспомним, как это звучит по-славянски. «Уготовал и си предо мной трапезу, сопротив стужающим мне, умастил и си елеум главу мою, и чаша твоя, упоевающая мя, як одержавна». Надо сказать прямо, что в иудаизме нет никакого такого обряда с чашей спасения, как говорится в псалмах Давида. «И милость твоя поженет мя, вся дни живота моего, и ежевселитимися в дом Господен, в долгату дни, это по-славянски, а перевод с актуагенты на русский, и милость твоя последует за мной во все дни жизни моей, и поселится бы мне в доме Господнем на долгие дни». То есть душа верующего, она испытывает радость общения с Создателем, и она не хочет покидать эту трапезу, евхаристическую трапезу, даже выходить из храма, настолько благостно пребывать во дворах Господних. «И дай Бог, чтобы та благодать, которую мы получаем в святых дарах, она поселяла бы нас в доме Господнем на долгие дни, имея в виду не только земной храм, но и храм небесный. Ибо любое таинство церкви приближает нас к небесной жизни, неизреченной, когда живя на земле, мы уже вкушаем благо жизни вечной во Христе и со Христом».